Всем добро, субтитры, и добро пожаловать в новое видео, и сегодня мы с вами поговорим об иностранцах в кей-поп. И почему не стоит называть себя кей-поп-группой, если вы не дебютируете в Корее, не повторяйте чужих ошибок. И, в общем-то, о таком явлении, как можно ли стать кей-поп-айдолом в своей стране, будь то Россия, Казахстан, Беларусь, Украина и, в общем-то, огромное количество других стран. Мы рассмотрим примеры Лисы, Ланы, Оля Лондона, очень странного человека, и группы Катси, которая дебютировала в апреле этого года. И последний пример определённо не является положительным. Как я буду рассказывать, пишите в комментариях своё мнение обо всём этом, как вы относитесь, в принципе, к иностранцам в кей-поп, и посещали ли вы смысл о том, чтобы стать кей-поп-айдолом в какой-то своей стране, распространять кей-поп по миру, находясь вне Южной Кореи. Самая странная вещь. Ну да, в общем, пишите это в комментариях, мне будет очень интересно почитать. А я вас всех очень сильно люблю, мои зайки. Ну а мы начинаем! И, как я уже сказала ранее, мы поговорим сейчас с Алисей, с которой многие себя почему-то ассоциируют, сравнивают, считая, что «Ну она же иностранка, у неё же получилось, значит и у меня получится, бла-бла-бла». Также мы поговорим о Лане, которую можно тоже сюда причесть, но при этом её периодически называют Коряпу. Тому есть причина, о которой мы поговорим позднее. И также мы поговорим о плохих примерах. Об очень плохих примерах. Это Оли Лондон и Катси. Катси — это группа из четырёх девушек, которая дебютировала в Британии и уже дебютировала в Корее, но всё же стоит понимать тот факт, что они изначально называют себя британской кип-поп-группой. Британская. Кип-поп. Хм, кажется, все забыли, почему кип-поп — это кип-поп. Потому что а. Песни на корейском. Б. Песни производятся в Южной Корее. И, конечно же, сразу после своего дебюта Катси заслужили огромное количество хейта и звания Кореабу. И сравнение с Оли Лондоном. Оли Лондон — это не самый позитивный персонаж, потому что он пытался переделать себя под Пак Чимина из группы BTS, и что-то пошло не так. А потом он ещё и запел. И это стало выглядеть ещё страннее. И, в общем-то, одна из девушек в Катси вроде бы как-то дружит или поддержит какие-то отношения с Оли Лондоном, и поэтому они получают, с той стороны, ещё большую дозу хейта. Но всё же дело немножечко и в другом. То, что они называют себя кип-поп-группой, но при этом они не проходили через систему стажировок, как проходят кип-поп-группы. И также у них отмечаются довольно слабые танцевальные навыки и вокальные навыки. И при этом, если вы посмотрите биографию девочек, то можно заметить, что они как бы профессиональные танцоры. То есть кто-то из них был в кавер-группе, кто-то из них профессионально занимался танцами, кто-то делал ещё что-то. Но на деле это выглядит очень странно. Вы можете просто вбить в поиски Ютуба после того, когда смотрите это видео Кати, и посмотреть их дебютное видео. И, в общем-то, сейчас их называют простыми подражательницами. Называется «хотели как лучше, а получилось как всегда». Поэтому создание кип-поп-группы вне Южной Кореи и вне системы Южной Кореи, вне системы тренировки айдолов – это довольно плохая затея. И, скорее всего, если же в вашей стране вдруг появится группа, которая будет именовать себе кип-поп-группой, но при этом она не прошла через систему стажировки, как в Корее, а точнее через систему стажировки в самой Корее, то велика вероятность того, что вы просто заслужите всемирный хейт, как сейчас заслужили Кати. И тот факт, что у них, ну, очень странные навыки корейского языка. Слишком странные. И поэтому они получают себе дополнительное сравнение с Олей Лондоном. Ни Оли нормальная не может петь на корейском, ни Кати нормальная не могут петь на корейском. Вопрос – зачем они вообще поют на корейском? Но, с другой стороны, хорошим примером теперь становится Лана. Если до этого её тоже причисляли к Кореабу, про неё говорили, что вот она такая, она слишком быстро дебютировала, хотя там какие-то корейские группы очень долго не могут дебютировать и бла-бла-бла, то теперь наоборот говорят, ой, посмотрите, а Лана же классная, а Лана же хорошо знает корейский язык, а вот она даже поступила в корейский университет, а Лана то, а Лана это, она такая молодец, она хорошо танцует, она там уже довольно хорошо поёт и так далее. То есть она становится положительным примером, то есть как бы вот равняйтесь на неё, например, улучшите свои навыки корейского языка. Так что если вы тот человек, который думает проходить прослушивание, но при этом ещё не знает корейского языка, то самое время начинать его учить, потому что если вы не будете нормально разговаривать на корейском языке, то вы столкнетесь с тем, с чем сейчас сталкивается Катя. И ещё один пример — это Лиса. И почему не стоит равняться на неё? Потому что многие стали говорить, что ну вот, Лиса же пришла в компанию, и она иностранка, и у неё вот не корейская внешность, не азиатская внешность, бла-бла-бла, значит, если она смогла, то и все остальные смогут, потому что, потому что, потому что. Но, собственно говоря, нет. Таиланд как был частью Азии, так и является частью Азии. То есть если вы видите участников из Китая, Японии, Таиланда, Вьетнама, откуда угодно, собственно, и это является частью Азии, оставьте этих людей в покое. Как бы они ни выглядели, они являются частью Азии, они являются частью азиатской культуры, они являются теми людьми, которых примут с чуть большей лояльностью, чем совсем уж европейцы. Так что да, если вы действительно хотите дебютировать в кей-поп-группе, то не задумывайтесь о том, чтобы дебютировать в какой-нибудь русской кей-поп-группе, пойти в какую-нибудь русскую кей-поп-компанию, пойти в какую-нибудь еще кей-поп-компанию, которая находится вне Южной Кореи, никак не связана вообще с Кореей, и они просто хотят немножечко на вас подзаработать. Кстати говоря, да, у меня уже был видеоролик, связанный с этими русскими кей-поп-компаниями, и просто посмотрите его вам, сразу все станет понятно, как эта система вообще работает, и почему туда не стоит идти. Но при этом вам никто не запрещает пытаться проходить в реальные кей-поп-компании, в реальные корейские агентства. Просто прикладывать усилия, просто больше работать, просто заниматься корейским языком, развивать свои навыки, тренироваться и показывать свои навыки миру. И, кстати говоря, один вопрос остается без ответа. Почему люди, которые хотят петь, и они считают, что вот они готовы делиться своим творчеством с миром, не могут дебютировать как обычная группа, или обычный сольный исполнитель в какой-то там своей стране. То есть если бы те же самые Катси дебютировали просто как группа какая-то, они не стали причислять себя кей-поп, они бы не заслужили такой доли хейта в свою сторону. И как и любые другие люди, то есть всем было бы наплевать, если бы они просто спокойно себе пели на английском, испанском, французском, каком угодно языке, если они при этом пели бы на нём ещё без акцента. Или же им бы никто ничего особо против не сказал, если бы у них были офигенные просто навыки корейского языка, они бы прошли там стажировку в Корее, например, там 2-3 года, и после этого они дебютировали, пусть даже в какой-нибудь небольшой компании. Но опять же, они бы могли по праву называться кей-поп-группой, потому что, окей, они поют на корейском, и окей, они являются группой, сформированной в Южной Корее. Но когда использование корейского языка идёт просто для того, чтобы притянуть вот этот кей-поп к себе, хотя он там вообще никоим боком, то это очень странно. Понятно, когда некоторые группы пытаются как бы подражать кей-поп-группам, когда они пытаются быть похожими, они пытаются что-то сделать такое, но на данный момент это выглядит очень странно. И поэтому, если вы не хотите быть корябу, то просто будьте собой, просто показывайте свои навыки, просто показывайте себя, показывайте свои знания корейского языка, и не пытайтесь подражать слишком сильно айдолам, не пытайтесь сделать так, что вот в своей стороне там организовать кей-поп-группу. Нет, в каждой стране есть свой жанр поп-музыки. То есть, как бы, кей-поп, например, в Казахстане никто не отменял. Это даже если они периодически пытаются делать что-то похожее на кей-поп, но это собственный жанр страны, и это нормально. Точно так же, как си-поп в Китае, это тоже нормально, джей-поп в Японии, это нормально. Не нужно пытаться называться кей-поп, когда вы не в Корее. Это очень-очень-очень-очень подозрительная вещь. Так что да, работайте над собой, работайте над своими навыками, и пробуйте проходить прослушивание, если вы так этого хотите. Но, прошу, не надо называться кей-поп-группой, если вы сформированы где-то вне Кореи, и у вас ужасные навыки корейского языка. Фух, кажется, выговорилось. В общем-то, да. Можете взять, например, ту же Лану. Окей, попробуйте. Если вам нужен какой-то дополнительный внешний мотиватор. Но не нужно брать пример с Кассией, не нужно брать пример с Оли Лондона, потому что это самые ужасные примеры, которые вы только можете придумать. И самое главное, не будьте крепым, будьте собой. Ну, а своё мнение обо всём этом, конечно же, пишите в комментариях. Я всех очень сильно люблю. Там всегда на вон наё. Я работаю на нём. Капсу нита, нём. Субтитры создавал DimaTorzok